Надо молиться, надо просто только прославлять Бога, не нужны никакие специальные молитвы против пьянства, это неправильное мышление в целом. Нужно просто прославлять Бога, Его славить и забыть про себя, про свою проблему, и она сразу же начнет решаться. Любую молитву, которую прославляет Бога, в вашей вере. Силы большие не нужны, нужна вера. Вера это и есть сила главная, вера в победу. Вот допустим есть какой-то объем работы, вот сейчас вот люди, которые приходят ко мне на лекцию, это все объем работы. Если вы думаете, что у меня хватает сил на них сел, это нереально. У меня даже вот на одного молодого человека, который рядом с вами сидит, не хватит сил. Понимаете, мне нужна только вера и все. Я верю, что все изменится постепенно. Это не сила, это другое, это опыт внутренний. Поэтому человек должен просто продолжать, изучать, как это все происходит. Он должен слушать, понимать, как действует звук, пытаться настроиться, помнить о Боге. И когда человек помнит о Боге, он от этой памяти становится окрыленнее и окрыленнее. Но вы помните не о Боге, вы помните о проблеме. Больше, чем о Боге, означает нет веры. Нужно забыть о проблеме, помнить только о Боге. И тогда проблема быстро начнет решаться. Быстро начнет решаться. Ну, можно вернуться назад еще раз. Ну, то есть, надо не ушла, а надо сказать, мы живем отдельно пока. Я, твоя жена, мы живем отдельно, и я с тебя молюсь. Ну, потому что вы жестко поступили. Он в шоке. Вы поймите, что вот вы как настроены, что вы обижены на него. Но если бы вы знали все подробности, например, если бы вы знали, что если он сейчас вот бросит пить, то он сойдет с ума. У него психика не выдержит, он не умеет снимать свое напряжение без спиртного. Он слабый психический человек. Понимаете? У вас есть в жизни своя слабость, у него есть своя. Вот если бы он был полностью сильный во всех отношениях, какой бы смысл был ему вас брать замуж? Потому что это эгоистический поступок, это не бескорыстный брать замуж женщину. Если он вас взял, значит, вы на равных, понимаете? То есть, у вас есть своя проблема, у него своя. Вы на равных. Получится или нет, зависит от вас. Но если вы будете с верой читать молитву, то точно так же, как я предсказал вам, что вы выйдете замуж, хотя, ну, вы сами понимаете, в вашем ситуации девушки предсказывать это, это слишком смело. Вот точно так же вам предсказывают, что если вы сейчас будете по полтора часа в день с верой молиться Богу, то через полтора года он бросает пить и встает на правильный путь жизни. А если вы будете его гнобить, злиться на него, капризничать, то через полгода он совсем разрушит с вами отношения. А сейчас он просто в шоке. Не получается, потому что у него перегрето семя, у вас гиподинамичный организм, вам надо больше двигаться. Если вы не можете на улице, то купите себе беговую дорожку, на ней ходите. Надо ходить вам в час двадцать раз в три дня или в четыре, для того, чтобы заработали гормональные функции нормально. У вас организм просто, ну, как застыл, понимаете, в нем нет активности, достаточно для зачатия. А у него от спиртного перегрето семя. То есть, ну, как бы, в целом, у вас есть время для того, чтобы зачать ребенка. Вам надо просто сейчас научиться верить Богу. Потому что судьба ваша, она тяжелая в этом мире. Тяжелая. И если вы будете молиться, то судьба станет легче. Вы ее с нами начнете побеждать. В этом правильный путь жизни человека. Вы можете ему не звонить еще три дня. Через три дня, и вот так отшибет от вас, что вам понадобится четыре месяца, чтобы его вернуть назад. А если вы позвоните сегодня, то он будет неделю гнусить и простит потом. Неделю будет, ну, я не знаю, как еще это сказать, гнусить. Ну, то есть, ныть, ныть будет неделю. Обижаться на вас. Ничего, терпеть, по-доброму относиться. Говорит, я извини, я как бы, ну, неправильно поступила. Я просто перегнула палку. Я слишком жестко с тобой повела себя. Понимаете, как бы, он не готов к воспитательному процессу. Болеет. Больной человек не может перевоспитываться. Ему нужно выздоравливать сейчас. Это молитва, свежий воздух, вместе гулять, ходить. Принять его, как свою судьбу. Успокоиться в этом плане. Молиться, чтобы веселящий дух покинул вашу судьбу и вашу семью. Это можно с помощью молитвы сделать. Знаете, вот, по поводу этой питания, я не сказал, что вы не думаете, что вы не думаете, что вы не думаете, что вы не думаете, что вы не думаете. Что, что? Погромче. А, вот, наверное, что он лезет назад, один лезет назад. То есть, не полагается, а он тоже не взял, и он не ударил. Он ударил, когда-то на следующий день шла. А не надо ругаться. Вот, если вы с ним не ругаетесь, он не будет ударять. Он добрый человек по природе, но когда вы его вводите, он начинает звереть, как любой мужчина. Вам не надо, вот он пьяный, что вы ему объясните в этом состоянии? Он спать не дает. Спать не дает? Вот смотрите, если он не дает спать, ставьте условия ему. По-доброму говорите, давай мне спать, иначе будем жить отдельно. Понимаете, даже вы можете жить отдельно, но по-доброму, не так, как сейчас. Понимаете, то есть воспитывать его можно, но по-доброму. Не можете с ним вместе, живите отдельно какое-то время, но по-доброму, тогда он никогда вас не бросит. Он поймет, почему это произошло. Но сейчас вы объявили ему войну. А это патовая ситуация. Он не умеет воевать. Он просто будет пить больше, и все. Вот сейчас он не звонит, потому что он был просто в стельку два дня. Работает еще, да. Ну, то есть, вот так. Ну, вот так вот. Вот такая ситуация. Продолжение следует...